Мир вам, братья и сёстры, христиане! Проповедь, которую я рекомендую посмотреть, «Мой путь к Господу», когда я говорю о том, что я вышел в своё время, был в ЦХВЕ, объединение церков христиан веры евангельской, нерегистрированных пятидесятников, так называемых в обиходе, в народе. И вот некоторые писали, «Брата, ты раскольник! Я хочу, братья и сёстры, даже если ваши слова справедливы, я готов их принять. Но если они соответствуют Слову Божьему, давайте разберёмся на Слове Божьем. Действительно, являюсь ли я, например, раскольником или нет? И этот пример был не только лично для меня и ответ на тем людям, которые, фактически, я считаю, осуждали меня и совершали в этом грех, обвиняли, оскорбляли, унижали. Но и многим другим, чтобы вы понимали, что означает раскольник. Мы читаем Слове Божьем. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Вот Слово Божье даёт нам определение раскольника. То есть тот, кто раскалывает церковь, но делает это, потому что учит тому, что вопреки учению Христовому. Я хочу спросить даже тех, которые писали вот такие оскорбительные комментарии. Вы не понимаете, что первыми, кого называли фактически раскольника в вашем понимании, это Иисуса Христа. Он же расколол иудаизм, который до сих пор, вот этот раскол существует, то есть часть это иудаизм, а часть это христианство. Что значит Господь тоже раскольник, по-вашему, то есть который совершил грех, нет. Нет, потому что он исполнял волю Отца. Он выводил людей, которые шли за ними. Он говорил, берегите закваски фарисейской, саддукейской, учения саддукейского, фарисейского. И фактически выводил людей из-под влияния фарисеев, саддукеев, вот этих священников, первосвященников, которые не приняли Иисуса Христа, не приняли христианство. Он делал это, так, как учил его Отец. Он исполнял его повеление. Далее мы находим, что Лютер разделил фактически христианство на католицизм и протестантизм. Лютер Раскольник или Лютер, наоборот, поступил по водительству Духа Божьего. Он поднял на нужную высоту Слово Божие, потому что оно было унижено, и прежде всего исполнялись человеческие постановления, а не Слово Божие. Многое делалось вопреки Новому Завету. А он призывал фактически поступать уже по Новому Завету. И часть пошли за ним. Далее мы находим Воронаев. Многие до сих пор из баптистских церквей, помня Воронаева, или помня им передали старые братья, передали, что Воронаев это был Раскольник, потому что когда-то он был даже пастырем в баптистской церкви, потом перешёл он в Пятидесятничество. И когда приезжал сюда, он один из основоположников пятидесятского движения, например, в бывшем Советском Союзе, в частности, в Украине, и многое сделано было в России, Беларуси, на постсоветском пространстве. И часть из баптистских церквей перешли в пятидесятческие церкви. Часть, конечно же, просто из мира людей приходили каялись. Но часть из баптистских церквей и многие называли тоже фактически, возможно, и называют Воронаева Раскольником. Но что он учил вопреки учению Христовому? Он сам был пастырем в баптистской церкви, и когда его дочь начала встречаться с девочкой из пятидесятской общины, когда его дочь получила крещение Духом Святым, он увидел, что она преобразилась, она начала гореть Господа, прежде всего жить более свято, ревностно к Господу. Он задумался, начал более глубоко исследовать Слово Божие. Он понял, что нужно прочтить о крещении Духом Святым со знамененных языков, чтобы было более полно и исполнялось Слово Божие. То есть он не делал вопреки учению Христовому, вопреки Слову Божьему. Поэтому таких людей, конечно же, и самого Господа нельзя называть раскольником. Если же человек раскалывает церковь и при этом учит чему-то другому, например, если бы я вышел с ОЦХВЕ и говорил, что вот там, смотрите, там, например, там сёстры покрываются, а мы давайте не будем покрываться. Давайте они не исполняют субботу, мы давайте будем исполнять ещё субботу. То есть нагружать бремена невыносимы или что-то разрешать то, что запрещает Новый Завет. Но этого же не было. Дух Святой, около 30 свидетельств было мне, откровений, видений. И просто даже Бог открывал, показывал многое, братья и сёстры, и мне лично, и через других, что нужно выходить. Более того, было сказано, что в перспективе ты увидишь, что ещё больше будет падения, то, что я вижу. Вообще, катастрофическая фактически ситуация, то, что есть у ЦХВ на сегодняшний день, особенно в том регионе, где я живу. Это как православие, говорящие на иных языках. Как мир. Нет освящения. Никто серьёзно, как правило, не занимается освящением. Падение, когда я выходил, было намного меньше падения, нежели сейчас. Наоборот, чтобы идти точно по Слову Божьему, нужно было выйти. Как Господь учат. Не думайте, что я пришёл принести мир на землю. Не мир пришёл я принести, но меч, ибо я пришёл разделить человека с отцом его и дочь, с матерью её и невестку, со свекровью его, и враги человека домашнего его. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. То есть Господь принёс фактически разделение меч между чистым и нечистым. Потому что сказано, «Итак, братья, стойте, держите предание, которым вы научены, или Словом, или посланием нашим». Если вы выходите, потому что вы видите нечистота в церкви, и то, что вы говорите, не воспринимается, и эти вопросы, они важные, ключевые, это вопросы спасения. Спасение. Понимаете? Если я начал обличать о том, что нагота, нельзя, это грех, что вы разрешаете себе быть на мирских вот этих пляжах, быть в одних купальниках, братьям в плавках, и самим не быть светом, и быть среди людей, которые тоже в полуногом состоянии находятся. И после этого старший, он диаком церкви, фактически на той момент исполнял обязанности, как пастырь от церкви говорит, вот там было тогда восемь проповедей, и моя проповедь была последняя, что именно этот брат был семь против, а Духа Божия, вот эта восьмая не от Духа Божия, потому что я обличил то, что делается нечистота. И мне дважды потом Дух Божий открыл, что именно так и проповедуй. Потому что немножко на человеческом уровне я приуныл, и был ещё молодой брат, а Дух Святой открыл. Именно так и проповедуй, отчётливо, сильно услышал голос Божий, как ушами, так и проповедуй. Потому что это в Духе Божьем. Дух Божий прежде всего пришёл для того, чтобы обличить мир о грехе. Если в Церкви мир, обличить не для того, чтобы даже как-то унизить, оскребить ещё людей, а чтобы призвать к покаянию, к очищению, какая ногота может быть? Не место нам там, христианам. Или, по крайней мере, уединяетесь где-то, если хотите отдохнуть, и принимаете, если хотите окунуться, одежда. Пусть она будет там не очень такая толстая и так далее, но нельзя, чтобы открывать. Или, по крайней мере, отдельно мужчина и женщина должны быть. Разделение, если идёт вопреки учению Христовому. А если, наоборот, вы выходите, вы исполняете этим волю Божью, не сразу, конечно, этим не нужно спешить, нужно тоже посмотреть действительно, потому что я говорю, я думал не раз, я видел нечистота и так далее, и кроме того, Бог открыл мне, что нужно выходить. Как было тоже ещё показано, наподобие как баня. Я пришёл, и принятие как баня, умыться и так далее было сказано, не заходи туда, потому что там ты ещё больше запачкаешься, потому что там грязно в этой бане. И это прообраз было церкви, показано. В той церкви, откуда я вышел. Возлюбленный, имея всю усердие писать вам об общем спасении, я почёл за нужно писать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданной святым. Вот то, что написано в Слову Божьем, нужно точно исполнять. Точно исполнять. Однажды преданной святым, а не то, что уже переделали позже. В православии там иконы, в католической церкви статуэтки. Некоторые переделали что-то неигиенично, уже мывать ноги не надо. И тому подобное. Значит, вы должны сначала как-то влиять, гореть в церкви. Если видите, что вот эти ключевые и важные вопросы, нет понимания, конечно же, нужно выходить. Или искать церковь живую, или, по крайней мере, может Бог вас использовать и через вас уже образовать последователей и образовать поместную церковь. Главное, чтобы ходить в чистоте святости, точно исполнять Слово Божие Новый Завет. Как мы читаем Слово Божие. Удивляясь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, вам да будет анафина. Я удивляюсь, говорит апостол Павел, я проповедовал вам спасение через веру, благодать, через веру в Иисуса Христа. Пришли представители фарисейской ереси, которые тоже называют себя христианами, и говорят, что нужно исполнять еще закон, обрезываться, а со временем уже несколько грелся обрезание, а что нужно исполнять там субботу, не есть свиного мяса и тому подобное. И он отчетливо говорит, что вы остались без Христа, значит, получается, что-то Христос не доделал. Удивляюсь, что вы это делали. Значит, нужно вам избавиться от этого. Избавиться. И бороться, чтобы была чистота в церкви, учения, а нет, тоже выходить и освобождаться от этой фарисейской ереси. Что общего Христа с Велиаром? Что общего чистота с нечистым? Выйдите из среды их и держитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И буду вам Богом, а вы будьте мне сынами, и черем, говорит Господь, содержите. Видите, когда буду вам Богом, когда вы выйдете из среды их, то уже сказано и вавилонская блудница, вот эта церковь-ступница, выйдите от нее, чтобы не попасть вам под проклятие ее. Не путайте, если человек выходит сам, и даже часть следует за ним, это не раскольник, если он делает это не вопреки учению Христовому, а наоборот, возможно, он хочет точно исполнять Слово Божие и видит грубые нарушения в церкви есть. Не осуждайте, наоборот, возможно, последуйте его пример. А если да, вопреки учению Христовому, он ищет какого-то попустительства, он хочет какой-то ложной свободы и так далее, ну тогда да, конечно, он бунтует в церкви, тогда, конечно, вот куда нужно смотреть. Слово Божие, учение, к чему он учит, к чему он призывает. А не просто так. Если вышел от вас, знаете, там тоже говорят, что в какой церкви ты родился, там должен быть. А я родился вообще в православии, нужно быть в православии. А кто в сатанизме родился? Что за ложные твердыни? Я знаю, православные-то такое говорят, а сейчас уже евангельские христиане такое говорят. А если церковь уже, как Господь открыл, как кладбище духовное, конечно же, нужно выходить. И отчетливо говорит об этом Слава Божьей. Поэтому призываю, братья и сестры, поступать благоразумно, не спешить с выводами, не осуждать. Наоборот, может Господь вам показывает вот таких людей, которые вышли, даже пример вам подаст, чтобы вы тоже самое поступили. Но опять-таки призываю, конечно, поступать благоразумно, на основании Слова Божьего, тщательно смотреть. Мирилом есть, судью есть Слово Божие. Если церкви у вас грубые нарушения уже, то есть грубые это те, которые ведут, вы можете потерять спасение, они учат вас греху, то есть они уже допускают смехотворство, они не совершают омовение ног, уже не нужно чадородия, например, нет требований. Если там одежда уже во многом неприличная, никто не требует, и так далее, и тому подобное. Это ключевые вопросы. Если вы будете так поступать, если не сразу, то потом вы можете упасть духовно, не заметить, как этот грех вошёл и у вас, и в конце концов попасть в ад. Поэтому, ещё раз говорю, мирил от Слова Божия. Когда вы хорошенько не приедете через Слово Божие, почему так тут брат или сестра поступают, не спешите осуждать. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин